Мой сын живет в полном невежестве, а вы в полной благости. Ест мясо три раза в день, посчитайте даже, да? Вот и так далее. Не принимает пищу, приготовленную мной. Он скандалит со своей сестрой и отцом, как мне молиться, чтобы помочь ему освободиться от невежества? Или оставить его в покое? Смотрите, два варианта есть. Или молиться, или поживет. Сейчас буду за вас молиться. Для всех молиться за вас сейчас буду. Чувствуете, да? Какая любовь. Молиться не означает оставить в покое. Молиться означает оставить в покое. Если вы молитесь за человеком, вы все успокоитесь. Ведь вы ругаетесь-то не на своего сына, на свою прошлую жизнь. Но поймите, наконец, что эта церковь есть для вас. Судьбы их тоже чем-то похожи, чем-то похожи на судьбы людей. Собачку, забери, это для вас. Сына, забери, это для вас. Он показывает вам, кем вы были в прошлой жизни. Я иногда во сне летаю. Лечу, так хорошо. Вот правда, лечу и лечу себе. Потому что во сне память приходит в прошлую жизнь. Я, видно, там налетался хорошо. Сын показывает тебя в прошлом просто. И Бог тебе показывает, смотри, какая дура ты была в прошлом. Вот смотри на своего сына и больше никогда такой не будь. Но если ты хочешь, чтобы он поменялся, твой сын, тогда прими свою прошлую жизнь. Вот прими себя таким, какой ты есть. Вот у тебя есть такое прошлое. Прими себя таким. Пойми, что ты можешь быть кем угодно в этом мире. Можешь быть и наркоманом, и алкоголиком. Вот кем угодно можешь быть в этом мире. Прими это через своего сына, который тебе показывает, кем ты был в прошлом. Прости себя за свое прошлое, и тебе станет легче. Тогда ты сразу простишь своего сына. Потому что если бы ты в прошлом таким не был, сын бы не вызывал такие чувства. Чувства вот эти вот идут от твоего прошлого. Святой человек никогда не испытывает отвращения никому. Он испытывает сострадания ко всем. Как молиться, чтобы помочь ему? Молиться надо вот так. Смотрите. Вы находитесь под влиянием гнева на своего близкого человека. Святость освобождает от гнева. Думайте о голосе святого человека. Думайте о время молитв. Молитесь вместе с ним. Верьте в голос святого человека. Усиливайте веру. Усиливайте еще эту веру. Усиливайте. Кланьтесь святости. Кланьтесь, усиливайтесь это все. Придет время, и сила отношений со святостью станет сильнее, чем боль к сыну. Станет сильнее. И тогда ваше сердце начнет успокаиваться. И тогда вы поймете, когда мир устроен. Что он устроен так, что он всегда испытывает нас. Он дает нам испытания для того, чтобы мы становились чище и сильнее. Молитесь, думайте о святом человеке. Не думайте о том, какие у вас отношения с сыном. Придет время, и ваше сердце наступит спокойствие в отношении к ним. Как только ваше сердце наступит спокойствие, первую стадию помощи сыну вы уже прошли. Дальше вы продолжаете молиться святому человеку, слушать голос его. Пройдет немножко времени, вы попадете на вторую стадию, в которой вы сможете с ним общаться спокойно, без злобы. Не обращая внимания на его недостатки. И он успокоится, расслабится, глядя на вас. Как только он расслабится, он начнет перенимать ваше качество. Потому что, когда рядом находится солнце, никто не может оставаться в тени. Если вы занимаетесь духовной практикой, у вас идет сияние, которое растопит тьму невежества в сердце человека, если вы его любите. Любите означает принимаете, таким, как он есть. Принять ли возможно только по милости Бога? Своими силами невозможно принять сына. Почему мы страдаем? Потому что мы своими силами хотим им помочь. Дальше будет третья стадия. Вы будете дальше молиться, и вы почувствуете себя комфортом рядом с этим человеком. Вы будете чувствовать себя хорошо. Будут какие-то трудности, но это не будет слишком проблемой большой. Вы также поймете, что надо чуть-чуть дистанцию держать, чтобы не скрепляться к этой ситуации. Что человек должен свое жизненное пространство чистое защищать. Родственники имеют право жить, как они хотят. Но вам надо сохранить чистоту. Это главное в жизни. Не изменить их, а сохранить чистоту внутри. Вот что главное. И больше общаться с теми, кто духовно продвинут. Потом придет время, и он так расслабится, успокоится, что он начнет интересоваться тем, что вы делаете. А вы ему будете говорить, да сыночек, все нормально, ты живешь как нормально. Все хорошо, живи как можешь. Ты не можешь так покажить. Не волнуйся, все будет хорошо. Придет время, у тебя все получится. Вы не будете его мучить и сказать. Ты захотел дополнительной практикой заниматься. Нет, такой. Нет. Будете его сдерживать, аккуратно как бы относиться к ним. Наконец-то. Нет, будете спокойны. Придет время, научиться. Не волнуйся. Никуда не торопитесь. Придет время, в вашей жизни все изменится в лучшую сторону. Не нужно спешить. Просто концентрируйтесь на Боге. Богу не нужно, чтобы мы сейчас были чистыми. Ему нужно, чтобы мы шли вперед. На своем уровне, на своих возможностях. Думайте о голосе святого человека. Нет другого пути, как через святость. Нет другого способа, как через звук. Звук – это главная сила, меняющаяся в сознании человека. Поверьте в звук. Пытайтесь слушать голос святого человека. Повторяйте молитву так же, как он. Вы увидите колоссальные перемены в своей жизни. Колоссальные перемены. Ваше сердце станет устойчивым, спокойным, способным побеждать не только свою судьбу, но также судьбу других. Почему я включил музыку? Потому что я зависим от Бога. Я хочу слушать того, кто лучше, кто чище меня, давая знания. Я не смогу сам все донести. Если есть возможность, я включаю для того, чтобы больше передать. Он же к тому же является очень хорошим работником в своей сфере. И очень хорошо относится к родителям. Ну, замечательно. Никто не сомневался, что у вас хороший сын. Просто делайте все как надо, и все будет хорошо. А да, девушка говорит. Олег Геннадьевич! Ага. Можно записки писать, никто уже не поднимается. Все, так выгоднее, да? Но я меньше могу вам сказать никогда не на вас. Уже меньше. Нет контакта. И вы меньше перед Богом уже были. Вы выбрали более такую подходящую игру, да? Уже? Если можно так, тогда лучше так, да? Хорошо? Как скажешь? Ровно год назад на этом месте я подходила к вам со своей проблемой. Вы мне дали совет и сказали, что моя жизнь изменится. Что-то изменилось. Честным образом поменялись мои родные, которые, я думаю, испортили мою жизнь. Мы думаем, что чудо – это фея с волшебной палочкой. Но я поняла, что чудо внутри нас. Чудо в звуке святого человека. И мы сами его можем творить. Нет, мы можем только слушать голос святого человека. Творить чудо будет он. Режим дня. С 24 часов до часу, до 10-11 сна мы стали ложиться в 10-10.30. И подъем в 7-7.30. Пока раньше не получается. Ничего страшного. Дети не дают выспаться. С тех пор, как перестали есть мясо, Вселенная как будто защищает нас. Так и есть. Появляются люди, единомышленники с разных углов мира. Мне часто снитесь. Не помню, о чем мы беседуем. Я тоже не помню. Потом в душе так легко. Свет душа, она принимает форму того, кого он верит. Когда мы голос слушаем святого человека, на самом деле через него действует Бог. Свет душа принимает форму того, кого он верит, и чтобы вас убеждать. Она не говорит сама. Бог не может представить перед нами сейчас. Потому что мы недостойны. Но он предстает в виде старших. Некоторые люди подходят и говорят, «А почему Олег Геннадьевич, вы во сне мне вот это сказали?» Я не говорил. Вот честно не говорил. Свет душа тактист. Я молюсь за вас, как за духовного наставника. За духовных наставников не молятся. Духовным наставникам поклоняются. Олег Геннадьевич, мы желаем вам, чтобы вы были здоровы и счастливы, и чтобы вы всегда продолжали к нам ездить и давать нам лекцию. И чтобы вы всегда продолжали нас лечить. Кому вы пожелали сейчас всего хорошего? Конечно, себе. Нам трудно старших любить. Вот так, благословляя. Но можно молиться за здоровье старших. Это факт. Но это не означает благословение. Это означает просьба у Бога. Это правильно. Но надо четко понимать, что старшие представители Бога. Как один человек в Алма-Ате подошел ко мне и говорит, Олег Геннадьевич, вы были моим духовным учителем пять жизней подряд. Предыдущих. Я смотрю, что-то помешает, что-то не то в глазах. Я говорю, ну я не помню всего этого. Я знаю, что не помните. Я зато помню. Я говорю, а еще что вы помните? Он говорит, а еще я помню, что до этого пять жизней я был вашим духовным учителем. А если самое главное событие для меня? Меня зачислили на программу как студента «Психология 3000». Мой муж иностранец. Может, мы иностранцы, наоборот? Здесь в Германии все иностранцы. Надо разобраться, но это поправьте. Сейчас много иностранцев ходит по улице. Мечтает с вами поговорить. Это возможно. Сейчас лекция переводится на английский язык. Есть сайт katsunov.com. Там бесплатно можно скачать уже до сорока лекций с синхронным переводом на английский язык. Я знаю, что многие родственники мечтают послушать лекцию. Кроме английского это возможно. Если у вас есть возможность на свои языки переводить, прям берите и начитывайте. Мы будем выставлять на ресурс. Будете участвовать тогда в лекции. Ваш голос станет более узнаваемым. Как правильно молиться? Вот так вот. Нужно очень сильно верить в голос, кланяться святому человеку. И в таком же настроении, как он, я желаю всем счастья. Погружаясь в настроение, в веру святого человека, ничего не боясь. Я желаю всем счастья. Постепенно ваш голос придет в сердце. Почувствуйте, что вы здесь. Поповторяю. И сердце будет резонировать в голос святого человека. Потом дальше почувствуйте, что в сердце все успокоилось. Вы продолжаете думать не об этом, а в голосе святого человека. Я желаю всем счастья. Верю только в голос святого человека. Не верю в себя. Дальше придет время, будут всплывать события, люди в жизни. Вы не думайте об этом. Просто думаем о голос святого человека. Я желаю всем счастья. И чувствую эту личность, чувствую возвышенность, строю с ней отношения. Кланирую себя от линии. Постепенно все события проходят. Все очищается в сердце. Я хочу служить святому человеку. Меня больше ничего не отвлекает. Я мысленно кладу всему. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я начинаю чувствовать силу любви этого человека. И так далее. То так правильно молиться. Если человек сам по себе молится, то он идет другим путем, который тоже правильный, но очень тяжелый. Только святые, то есть очень сильные разумом люди могут молиться, концентрируясь только на свой голос, без голоса святого человека. Это тоже возможно, это сильный путь. Но я шел 15 лет по этому пути, концентрируясь на свой голос, и понял, что я ничего не достиг. Когда я начал делать вот так, как я вам сейчас показал, и буквально за 10 лет вся жизнь перевернулась в очень мощное развитие прозвища. Каждый день новое открытие. Поэтому в айшнавской культуре великие святые поют, «Мой духовный учитель, без Твоей милости нет никакого жизни, никакого развития. Пожалуйста, я хочу всегда Тебе служить. Будь милостив для меня. Твои стопы — это обитель возвышенного, чистого служения Господу. Я в глубоком почтении хочу склоняться постоянно к Твоим мудрственным стопам. Я хочу слушать Твой голос. Как правильно молиться». И причем знайте, что постепенно ваше сознание расширяется. Я вчера настраивался на голос человека, который читал мусульманские молитвы, этот хор, почувствовал могущество Аллаха. Так здорово, что Бог могущественный. Супер. Да, я читал, слушал православный хор, я почувствовал покаяние, смирение перед Богом. Почувствовал вот эту вот веру, подвижничество, которое там есть. Сейчас я чувствую, как этот человек, он растворяется в любви к Богу, он плачет по этой любви. Он испытывает глубокое счастье в служении Нему. Нет, это видео было, сейчас не найду. Моя сестра давно ведет духовную практику, материально благополучно, но в личной жизни один сценарий. притягиваются одни айфоны. Я не знаю, что такое айфон, я знаю, что такое айфоны, айфоны, не знаю, все становятся, все становятся айфонами. айфонцами. Айфонцами. Это что значит? А? А, за счет женщины живет. Ну, ничего страшного. Пусть хоть какой мужик рядом. Ну, какой-то мужичок есть, и то хорошо. Спокойнее же. Вот Бог не дает другого, ну, таким же есть. Уходят. Уходят. Ну, пусть уходит. Поживут, уходят. Ничего страшного, другие приходят потом. Надо спокойнее к этому относиться. Это же временно все. Муж там, не муж. Главное, чтобы пущий мужичок был рядом. Да? Какой Бог дал, так вот дал. А что делать? Скоро вообще будут синеватыми все. Станут. Что тогда будем делать? Веды предсказывают, что постепенно институт семьи разрушается сейчас в эту эпоху. Пройдет какое-то время, люди вообще не смогут жить вместе. Вообще просто не смогут. И все. Сейчас мы как-то живем, и то хорошо. А почему? Почему? Потому что идет эпоха деградации. Поймите, всегда в этом мире время все старит. Есть четыре эпохи. Первая эпоха – это век, золотой век, это когда одни святые рождаются на земле. Здесь рай на земле в это время. Люди живут очень много, я даже не хочу цифру называть, все равно не поверить. Атмосфера чистая. Потом идет следующая эпоха – серебряный век, когда уже меньше святости, но все равно люди очень служат Богу, поклоняются. Потом идет бронзовый век, уже появляются бандиты всякие там, воины. И потом наступает железный век, век раздоров, в котором мы живем, который наступил пять тысяч лет назад. Означает, что идет деградация тотальная. Смотрите, мне 50 лет. Я помню, 40 лет назад люди были другими, они почти не было наркоманов, люди почти не разводились, люди были, верили в культуру, в правительство, у них как-то на сердце было более возвышенно, песни были очень возвышенные. «Эй, товарищ, больше жить, поспевай, не за неживай шага». Ну, то есть, люди во что-то верили. Сейчас и на понтах ходят, смотрите, куча наркоманов, уже культура вообще меняется сама. Однополые браки пошли. Сейчас в США утверждают закон в некоторых штатах, а в том, что половые отношения с людьми – это тоже нормально со своими. О-о-о-о, да, мои хорошие. Эпоха деградации развивается на полную катушку. Пройдет еще лет 50, будет вообще весело. А мы? А мы уже в это время будем в том месте где-то. Главное – попасть в хорошее место, понимаете? Надо молиться Богу, чтобы хуже не было. в Австрию. Да есть, а выше Австрии есть места? А выше Австрии есть? Супрутин? Нам даже не снилось, какие бывают места там на высших планетах. Австрии вообще отдыхают. Но наши родные останутся, где-то нет. Они тоже все время, нас ведет время, они тоже полетят дальше. Но если они все деградируют, так их идет трудно… Вот если вы будете молиться Богу, вы станете ангелом-хранителем их. Вот у вас по отцовской линии есть один возвышенный человек, поколение 4 назад был, он до сих пор ваш ангел-хранитель. И по его милости вы здесь вообще сидите. Станьте ангел-хранителем для своих родственников. Молитесь Богу, думайте только о Нем. Все возвысятся рядом с вами. Вы будете защищать их дальше в следующей жизни. А я думала всегда по матерской линии. А? По матерской линии есть еще бабушка. И по материнской. И по материнской тоже, да. Ну вот, вот я вижу, что сейчас защита идет от отцов скорее. Спасибо. Надо место свое найти, понимаете? Место найти среди лебедей. Лебеди это те, которые идут к Богу, понимаете? Это белые птицы красивые. Летит, летит, летит поток усталый, летит, летит и на исходе дня. Ведь в том строю есть промежуток малый, мне кажется, там место для меня. Надо среди лебедей в этом потоке усталом найти место и лететь к Богу потихоньку. В этом цель нашей жизни заключается. Я. Да, сейчас уже закончим. Сколько? А? Нет, 10 часов уже? Да? 10 или сколько? Сколько времени? 10. 10. А у нас полдевятого началось? А? 8 началось? Еще полчаса осталось. Чуть потерпите, и все уже. Все немного осталось. Да, можно задавать. Да, да. Я вам родственник. Включайте лекции погромче, они будут перенимать пустую энергию. Не хватает пустой энергии. У вас есть клуб благости где-то, нет? Там дома приглашайте себе. Кто у вас в вашем городе живет? В какой город? Гамбург. Кто из Гамбурга? В Гамбурге приеду к клуб Бабурга. Вон, два-три человека. Приглашайте домой к себе гости и слушайте лекции вместе, обсуждайте. Там охрана крыша снова. Это и есть воспитание. Мусской пример означает люди, занимающиеся духовной практикой. Дети будут перенимать эту энергию. В древней культуре вообще не было необходимости, чтобы был мужчина рядом. Людей воспитывало общество. Понимаете? Женщины должны жить как большой семьей с женщинами. Мужчины тоже должны быть в этой семье. Дети приходят в большую семье, дети находятся в этой большой семье, они советуются со старшими. Для того, чтобы семья возникла, приглашайте к себе домой. Сделайте двух лагерств прямо в своем доме. Приглашайте людей. Обсуждение вместе пейте чай. Дети будут рядышком бегать, они будут перенимать сознание. Так должны жить люди, все, без исключения. Это недостаточно. Вы туда ходите просто на программы, близких отношений нет. Приглашайте к себе домой, делайте у себя дома обсуждение разных духовных. Приглашайте проповедников к себе домой, чтобы они собирали у вас дома группы людей. И дети будут получать эту энергию очень сильно, хорошо. Достаточно вполне. замуж лучше выйти. Мужичок нужен какой-то. Про это или Альфред или Альфред? Да я шучу, я же старею. Память хватает. Что происходит с женщиной, если она перенимает мужские качества в результате внешних обстоятельств? У женщины нет мужа или защиты, родственников, она много работает, занимается общественной деятельностью. Поймите, мои хорошие, следующее, что есть разные стадии развития человека. Когда человек находится в невежестве, его качество, его пол меняется на противоположное. Жизнь невежества меняет пол на противоположное. Женщины становятся мужчиной, мужчины – женщиной. Когда люди живут в страсти, то они становятся все похожими. Вот посмотрите на заводе, допустим, там что мужики, что женщины, все одинаковые. Когда люди в страсти, то женщины становятся наполовину мужчинами, мужчины наполовину женщинами. Полы сглаживаются в страсти А люди в благости опять возвращаются на свои места Женщины становятся более женственными Мужчины более мужественными Просто стремитесь к благости Не надо думать о том Опять же вы говорите, я живу одна Это опять жизнь в страсти Люди в страсти все одиноки Меняйте свою гуну Поймите, что это меняется постепенно Вы не можете доказать, я в благости Мужик сразу приклеился Не получается так, понимаете? Не работает система Вот вы живете в страсти У вас жизнь скована Вы говорите, я одна, мне приходится работать Это означает жизнь в страсти Это не означает ничего другое У меня много мужских качеств Опять это означает жизнь в страсти Что делать Олег Геннадьевич? Слушать голос святого человека Молиться, встречаться с теми Кто занимается духовной практикой Вы не заметите, как придет время У вас будет больше вне женственности Приклеится какой-то мужичок с наготов Вот И все пойдет как надо в жизни Сто процентов, что Шварценеген не приклеится Но какой-то приклеится То есть в связи с вашими возможностями в себе И благодарите Благодарите судьбу, что такое есть Какое есть и хорошо Да вообще какие мужские качества Нормальная девушка красивая Что нет? Не так хорошо Че нет? Ненормальная Ненормальная Видео, как его женские Ненормальная 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 Если бы сказали Че нет? Че нет? Нет Тогда было бы такое Ненормальная Все нормально Девушка как девушка Все Че вы хвалитесь? В духовной практике занимаетесь Будет мужик Тоже все появится Че смеетесь? Красивая Симпатичная Хансомолка Активиста Красавица Ну-ка вставайте Смотрите Какая красивая Кто? Неженат Ну поворачивайте Поворачивайте Вставайте Вот Смотрите Какая красивая Еще говорит У меня много Мужкин Кать Значит будет еще лучше Садитесь Не увидели Все То есть все лишь Чтобы познакомились Девушки Мои наставления В древней культуре Девушек замуж подают Старшие Взяли и выдали Все Нет проблем У вас все будет хорошо Сто процентов Будет семья Все будет отлично Никаких сомнений Вообще У вас все идет по плану Господа Тоже Все нормально Конечно А что Почему Какие могут быть Сомнения Вы же идете Праведным путем Ну что Дети Наоборот Есть мужчины Которым вообще Зачать не светит А так они будут Счастливы Что у них дети есть Бог Всех соединяет Как надо Понимаете Вообще Все счастливы Что вы Что вы Только на свой опыт Полагаетесь Вы же не знаете Что у Бога В запасе есть У меня столько мужиков Что вам и не снилось Разных категорий А как правильно выбрать Канад А ничего Вы не выберете Кого дадут Того возьмете Правильно Выберут Как выбрать Кого вы выбираете Здесь в этом мире Вы даже свое тело Не можете выбрать Вам тело дали На прокат Будет время И придется оставлять Ничего не выбираем Как здесь вообще Да тут мужичка И все И нормально Альфонс Реал Крем будет И кем будет Лавстрий Значит Лавстрий Оказывается От мнительности Мнительность Означает Что Сознание Очень чувствительное Сознание Очень чувствительное В него Проникают Разные энергии И они Вызывают Насилие Женский ум Очень чувствительный Женская психика Очень чувствует Все И нитерность Для женщины Это нормально Это означает Что она Очень чувствительная Но любой человек Который Настраивается На звук Святого человека На звук То Сила Немедленно Утверждается В сердце Хоть Женщина Хоть Мужчина Если человек Хотя бы Чуть-чуть Изучает Как это Делает Он настраивается На звук Святого человека Сила Немедленно Утверждается В сердце Эта сила Становится Все могущественнее Могущественнее Вы не представляете Какая это сила Идет от Святого человека Так избавиться От мнительности Он еще Звука Слушает Слушает Клавится Святого человека Заниматься Этой практикой Сейчас надо В это поверить Просто вам Поверить Мои слова Должны Войти в уши Чтоб вы поняли Что это правда Потом вы проверьте Это и поймете Как будете жить Коу же так живет Чувствует силу Эту Поднимите Вот видите Есть люди Посоветуйтесь С ними И вам скажут И бодренько Все выглядят Такие крепенькие Улыбаются Чувствуются силой Это монография Я не знаю Могу я за эту лекцию Прочитаю Причина Почему люди Пишут монографию Заключается В том Что они Думают Может Олег Геннадьевич Не поймет Мою ситуацию В двух словах Надо писать Больше Причина Недоверия Встаньте И задайте Вопрос Тогда Читайте В леточку Там Смотрите Комментарии К этому Письму Вопросы Вопросы Когда идет Отрабатывание Могой судьбы И надо Продолжать Молиться А когда Просто Невежество И когда Оставить Ситуацию Не надо Оставлять Ситуацию Всегда Идет Отрабатывание Карта Всегда Надо Продолжать Молиться До тех пор Пока Сердце Не очистилось Не стало Легко Всегда Любое Невежество Убеждает Сознание Ассатомасадгамая Тамасомаджотиргамая Мритюрмамамамритамгамая Ом Ассатомасадгамая Если не хватает знания Вы живете во тьме Ассато означает Незнание Тьма Вам нужен свет Это побеждается Светом Свет Означает Знание Если вы живете Во тьме Не понимаете Смысла жизни Слушайте Знание Вы будете Освящены Светом Тамасомаджотиргамая Тамасо Означает Тоже Невежество Но только Другое Означает Вредные Привычки Детер Означает Тоже Свет В данном случае Речь идет О святом человеке Если у вас Вредные Привычки У вас Тяжелая Жизнь Невыносимая Судьба Предайте Святому Человеку Ваша Жизнь Осветится Изнутри Тьма Будет Преодолена Мритюрмамамритамгамая 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 Опасности Как защитить Свою жизнь Мритамг Означает Нектар Духовной Жизни Почувствуйте Вкус К молитве Почувствуйте Вкус К святости Почувствуйте Почему Этот человек Нравится Олегу Геннадьевичу Почувствуйте Вкус К святости Победа Над смертью Гарантирована Ом Означает Связь с Богом Самая главная Связь с Богом Все заканчивается Ом Как понять Что такое Любовь Себя И других Как Развить Самодостаточность Вы говорите Сейчас о видах Счастья Разном Любовь Себе Означает Выполнение Своего Долга Все люди Хотят Любить себя Я солнце Я большое Светлое солнце Я чистый Я светлый Я классный Я эстетичный Святой Это самое Внушение Богу не нравится В сердце Такое поведение Не надо Все ничего доказывать Им так говорят Визуализировать Хочу Сто долларов Хочу Сто долларов Не надо Этим заниматься Ну Ставь Пратом Времени Правильное отношение К себе Означает Выполнить Свой долг Когда ты Выполняешь Свой долг Сверх душа Радуется И у тебя Хорошая оценка Себя Появляется Потому что Ты Выполнил Свой долг Я не жалею Ни о чем Осел фундамент Креп А дом А то Что создано Трудом Кто мне Дороже Ну Трудись над своей Судьбой Пускай ты В возраст уже Осел фундамент Ничего страшного Дом крепче Становится С возрастом Трудись над своей Судьбой Ты будешь Уважать себя За свою жизнь Будешь чувствовать Самое достоинство С уважением С себя Как ты правильно Живешь У тебя будет Уважение к себе А если ты себе Докажешься Хорошая 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 От этого Ничего не меняется Там же Оценка Мы не сами Себя оцениваем Нас оценит Сверх душа Бог оценивает Нас Сделал Хороший поступок Будешь чувствовать Себя достойным Сделал плохой Расскайся Опять будешь Чувствовать себя Достойным Не надо думать О том Как ты себя чувствуешь Думай о том Как делать правильно Бог позаботится О том Как ты себя будешь чувствовать Как уважать других Служить им Нет другого способа Других уважать Служи людям Преодолевай свое желание Жадности Служи людям Только скупость Не дает им служить И от скупости Ква-ква И от глупости А еще от Квастовства Ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква Пытаясь Желай ему Желай ему счастья Преодолей себя Пересили себя Начни думать о нем Хорошо С помощью служения Ты сможешь Почувствовать человека И понять его Некоторые люди Живут с детьми Со своими неродными Не понимают их Почему? Потому что они не служили Они только хотят Исвлекать Из них счастье И все Послужить человеку Означает Принять его Вот он такой Невежественный Он родился В этом мире Он Может быть Несколько лет назад Был вообще животным Люди рождаются С верными привычками Животными инстинктами Вот такой родился человек Надо помочь ему Своей молитвой Своим поведением Ведет время Он очистится Несомненно Почему вы меня вновь и вновь Спрашиваете Как помочь своим детям Потому что вы не верите Что звук очистит их Вы не верите Если вы верите Вы ничего не спрашиваете Причина почему вы спрашиваете Вы не верите в процесс Вы не верите Что думая о святом человеке Кланясь ему Вы сможете помочь детям Вы не верите в это Поэтому спрашивайте А у меня особый случай Олег Геннадьевич Как в моем случае быть? Точно так же А если вы же милые родители Это Что делать с родителями Ты можешь убить? Битвой по горлу чекер в колодец Что делать с родителями? То же самое Сначала дышать вместе с ними Дышать, дышать и молиться Постепенно Примешь родителей Примешь родителей Они будут говорить Ребенку мясо надо давать А вы будете им улыбаться Потому что вы их приняли Скажите Мамочка Конечно будем делать как надо Все Садись Я тебя сейчас накормлю А чем ты меня накормишь? Колбаски накормлю Красные колбаски Она поела Вкусное А вы говорите Вкусное Потому что из чистой пшеницы А из мяса колбаска туже Я родственник приехал Дядя ко мне приехал А я ему колбаски Бутербродик из колбаски Он раз навернул Говорит Олег Ты же мясо не ешь Я твой подвиг очень уважаю Меня накормил мясом Я говорю Самым отборным Он говорит Правда Вкусное такое Никогда не ел Что это за мясо Я говорю Из чистой пшеницы Он говорит Как? Я говорю Вот так Из пшеницы мяса Там лучше получается Вкуснее Гораз Что оно чистое Жене скринет Ничего не бойтесь Никто не сможет Вам помешать Идти вперед Родители Будут любить вас Совершайте свой подвиг Мне мать пошла К психиатру Рассказала про меня Психиатр поставил диагноз Шизофрения В результате У меня было закрото В медицинский институт Дорог Пришлось потом Грубому психиатру Объяснять Что произошло Он снял диагноз Ну представьте Сын бегает В одних плавках Зимой В лес Стоит под ледяной водой Голодает Питается Непонятно как Все нормальные люди Нормальный питатель Мне мать повар И она готовит Мне курочку Я не ем Говорю Мама Одни салатики Она говорит Что же с сыном Происходит Пришла к психиатру Она говорит Так он Что за плен Потом прошло Много лет Я уже Лекции начал читать Мама вылечила Свою От астмы Она поверила В мою медицину Вылечилась у меня И она в очереди Стоит И за ней Стоит женщина Говорит Ну что Как ваш сын Это шизофрения Мама поворачивается Что неизвестно Кто шизофрений Я вот сейчас Об этом не смышляю Короткий вопрос А если мама говорит Что ты у меня Смысл жизни А мне не тяжело Вы говорите Да, мама Да И твой смысл жизни Говорит тебе Что надо лекции Олега Геннадьевича Слушать Используйте Своё положение За служение Богу Если вы смысл жизни Скажите Если правда И отходь Смысл жизни Тогда Я тебе говорю Надо лекции Олега Геннадьевича Слушать Да Вот это Деградация Невежество А вот я заметил Что сейчас Некоторые дети Ну просто Разумные Рождаются Вопрос Будь ли Несно Потому что Как бы у нас Это в Германии Именно этих детей А вы объясняете Какое сейчас Общество Чему оно Идет И объясняйте Давайте Своё образование А? Ничего не бойтесь Показывайте Дравственные Фильмы Своим детям Показывайте Духовные Фильмы Слушайте Давайте Слушать Духовную музыку Они во всём Разберутся Сами Они поймут Что происходит В обществе Они всё поймут И ваши дети Будут сто процентов Защищены Там Где есть свет Тьмы Не может Существовать Солнце Когда восходит Тьма Вся рассеивается Ночь пройдёт Насты Утро Ясное Знаю Счастье Нас С тобой Ждёт Ночь Пройдёт Пройдёт Пора Ненастная Солнце Взойдёт Солнце Взойдёт Солнце Взойдёт Потому что происходит Мне Не верьте В тьму Верьте В солнце Да Здравствуйте Меня зовут Богдан Олег Иванович Вам большое спасибо За вашу деятельность Вам продвижение В этой деятельности Чтобы она только Расширялась С подвижником Открытые средства Открытые средства Истыдываю Стресс По Следующей Причине Ввиду Последних Происшествий На Украине И Всё Такое Вы там живёте Да Я из Украины Но Западная Часть И Изучал Изучал Очень Много Накопал В общем Про саму Германию Прискорбно Констатировать Что это не суверенное государство И Здесь мы Побольше В нашей части Работаем Государство Какое есть Да Если вы живёте здесь Любите свою страну Шая Она есть Не Надо Её Осуждать Мне Нравится Меркель Очень Хорошая Порядка Женщина Всё что она говорит И делает Мне нравится Хороший человек Чего вам не нравится Вот именно вопрос в этом Как победить Этот страз Просто поймите Что мы живём В боли Нам хочется Счастья Вокруг страданий Мы видим Недостатки людей Видим Недостатки Культуры Образования Когда я жил На Украине Я критиковал Украинское правительство Теперь жил в Германии Критикую Германское Поймите такую вещь Что вот В чём мы заслужили То и получили В чём критиковать Это пустая брата времени Просто Молитесь Богу И в тех условиях В которых вы находитесь Продвигайтесь в духовной жизни Примите эту страну Примите её С её недостатками В ней есть много преимуществ Один Духовный учитель У него был ученик Который Ну плохо Жил Он был поваром И Ну Все его ругали Короче Все его ругали И он оставил Тело Когда Его начали ученики Остальные обсуждать Духовный учитель Вошёл в эту комнату В гневе Говорил Зато он Был очень чистоплотным Очень чистый Хорошо одевался В себя И вышел Заклопнул Заклопнул В дверь Ищите только хорошее Во всём Ищите только хорошее Иначе Жизнь будет Невыносима Невыносима Вы будете погружаться В такие проблемы Которые вам и не снились Любите свою страну В которой вы живёте Это хорошее место Для жизни Замечательная страна Много хорошего Качества людей Я сейчас Увидел ситуацию Ученик На немецком языке Дали Пищу освященную Да Он такой Спасибо А она Видно девушка не услышала Он ещё раз Спасибо Русский бы взял Ты пошёл Как бы вообще Не сказал бы ничего Здесь люди такие Вежливые Благодарные Ну В каждой нации Есть столько хорошего Разве На плохое Надо смотреть Мы должны быть пчёлами Мы должны Видеть нектар во всём Здесь хорошая страна Хорошее правительство Увидите это Столько хорошего всего Просто у русских блокстей Говорит нас Спасибо пожалуйста На самом деле Русская душа Намного шире чем Европейцы Душа Душа Не принадлежит Ни России Ни Европе Она принадлежит Только Богу Нет Русской души Это выдумка Есть Чистая светлая душа Хорошо Раз Вы не поняли О чём я говорю сейчас У вас У вас Русские Нормальные Русские Нормальные Когда тело оставлял Он дождался Когда я приду Мне было три с половиной года Я пришёл Он посмотрел на меня И через пять минут Оставил тело Он очень сильно Меня любил Я тоже сильно Дедушку любил и люблю И поэтому я Медитировал В молитве Пытался понять Где он живёт И увидел Что он сейчас живёт В Китае Ему уже там Около сорока лет Тридцать пять с лишним Тридцать с лишним лет Ему сейчас И он не помнит Ни меня Ни русскую душу У него китайская душа уже И глазки узкие такие Китайская душа А до этого у него была Другая душа Русская А до этого может быть У него было Собачье сердце То есть Мы не знаем Какой у нас Душа была в прошлом Будет какая у нас В следующем Надо просто понять Что душа вечная Она может В разных делах Жить в разных нациях Но дедушку Когда я Молюсь за него Эта молитва Доходит до этой личности И дедушка для меня Остаётся тем же самым человеком Но тело у него Теперь китайское Просто попытается понять Поменялось Поменялось Тело Поменялось нация Лично осталось То же самое Нет русской души Нет европейской Есть просто человек Который попадает В разные условия жизни Эти условия жизни Накладывают Отпечаток На На состояние Сознания Допустим В России Люди Более открытые Но Они Менее вежливые Здесь Люди Более вежливые Но менее открытые Почему они Менее открытые Потому что Они очень чувствительные Венера делает людей Чувствительными Им тяжело открываться Потому что Они боятся Получить травмы Ну поэтому У них чуть-чуть Такие Такие Не потому что Они такие плохие А потому что Так действуют планеты Человек в Россию Переезжает По другому действуют планеты Приходит время И он такой Аааа Подивнулся разок Ничего страшного Вот Ну по другому Начинает психика действовать И значит Душа поменялась Душа та же самая Просто влияние Сил поменялось Внешне И человек В соответствии с этим влиянием Внешних сил живет. Вот здесь сильно действует Марс, допустим, я это чувствую. Поэтому лекции у меня здесь такие, я не Марса действую, я не виноват. Как этот в фильме Леонов там говорит, я не отравлял, эта бабушка во мне баснулась. Бабушка виновата. Еще вопросы? Не прочитал? Какой? Я вот диссертацию не всю прочитал. Не из этой диссертации, идите сюда и найдите вопрос. Ну, мы здесь все как семья. Правильно ли думать, что людей, мужчину, женщину сводит Бог? А это ты хочешь, хоть думай об этом, хоть не думай. Так и есть. Потому что энергия, которая возникает между людьми, она имеет Божественную природу. Чтобы потянуло к человеку, это включится, эта Божественная энергия должна. А если они расходятся, то ответственность полностью лежит на их плечах? Да, потому что Бог-то не хочет, чтобы расходились. Он же держит до последнего. Он держит и держит, а люди потом раскрязь, разрубили отношения. Бог вот дальше наказывает. Он же держит, он хотел, чтобы они вместе были, а они не смогли. За это приходится отвечать уже потом. Ну, это опять же не так страшно. Ответила, ничего страшного. Я когда домой шел, у меня двойка в дневнике. Я попытался вырвать, как бы, а пошел в школу вот так. Начал вырывать, и оказалось, стою напротив своего же класса. Я пришел, как бы, она мне вклеила страницу, пронумеровала, иди домой. Я, как бы, домой иду, и думаю, сейчас папа будет бить по заднице. Ну, я уже тогда был в философского склада, и я такой думаю, ну, он же не будет вечно меня по заднице. Ну, чуть-чуть побьет, и все нормально. То есть, ну, как бы, я успокоился тем, что это кончится когда-нибудь. И вы так же, в общем, тоже думаете. Покаялись, пораскаетесь какое-то время, и все пройдет, и опять Бог будет милостив и простит. Ничего страшного. Наказание не вечно же длится. Означает ли их развод то, что они просто не справились со своими обязательствами? Конечно, это означает, что они просто не справились. И это может быть так же законом того, что люди просто не подходят друг к другу. Да, это бред полный. Знаете, вот есть такие философы, которые говорят, люди просто не подходят друг к другу, и поэтому надо разбегаться. Эти философы так говорят, потому что сами бросают близких людей, и из-за этого делают философию. Не надо делать философию из своих поступков. Бог соединил людей для того, чтобы мы жили вместе. Не надо думать, подходит, не подходит, Бог нас разделяет. Бог никого не разделяет, Он держит вместе. Разошлись и справились со своей задачей. В следующий раз справитесь, ничего страшного. Нет никаких проблем в этом. Просто не надо из этого делать философию. Потому что эта философия возникает только по одной причине, что мы не хотим раскаиваться. Мы не хотим перед Богом раскаиваться, поэтому придумаем, сочиняем. У меня другая половинка есть, эту я бросила, другой приклеилась. Это к настоящей. До этого я была скользкая и вонючая, а сейчас мягкая и пушистая. Какая была, такая и осталась. Ничего не сочиняйте. Раскаивалась, все, жизнь опять пошла с умчика. Бог дал другого человека, не бросайте. Всегда будут трудности со всеми. Если так размышлять про половинки, то тогда это значит, что с какой-то половинкой трудностей не должно быть. Будут трудности со всеми обязательно. И если ты эту философию культивируешь, значит это тоже не моя половинка получается, что с ней трудности. Тогда пошла бы вам половинка. Половинка с четвертинками двумя еще отварилась. Ничего страшного. Размножаем. Понимаете, это не та философия. Не та философия. Помогите разобраться. Все будет хорошо. Не бойтесь ничего. Просто идите вперед. Не справились? Пали опять вставали. Ничего страшного. Развелись. Раскаялись. Пошли дальше. Человек не всегда может справиться с судьбой. Иногда так невыносимо тяжело, что человек не может. Он расходится. Нет сил справиться с своей прошлой кармой. Прошлая карма иногда бывает настолько тяжелая, что человек просто не может жить. Иногда, если человек готов раз зарезать, берет нож в руки, бросается. Надо бежать от него. Не надо терпеть. Если не можете жить даже на расстоянии друг с другом, живите как можете. Но если вы не разводитесь, это лучше. А если не смогли, развелись. Надо раскаиваться, значит будет наказание. Но ничего страшного. Это опять ничего страшного. Страшно потерять себя в этой жизни. Страшно не молиться. Страшно оступиться с духовным путем. Страшно поменять философию. Думать, что можно расходиться, ничего страшного. Вот это страшно. А если вы разошлись, не смогли, ничего страшного. Раскаивайтесь и идите дальше. Все равно победа будет за вами без всякого сомнения. Да? А можно ли возвращаться к человеку, чтобы разошлись через два года? Да супер возвращаться. На пару вопросов. Вот как зовут человек? Вану. Чего? А он хочет, чтобы вернуть? Да супер, хватит капризничать, возвращайтесь. Вот хороший человек, все. Это вы капризная такая, он хороший. Возвращаюсь. Возвращайся, холодным утром, возвращайся. Мне очень трудно, возвращайся. И оставайся, возвращайся. И без тебя устал. Олег Геннадьевич, добрый день. Да. Хотел поблагодарить вас. Меня зовут Юра. За ваши лекции. И у меня такой вопрос. Как преодолевать волнение, стеснение, стресс, ну, страх перед кеми-то, когда возникают дополнительные ненужные мысли, как настроиться на что-то, что хочешь сделать, но стесняешься или волнуешься. Спасибо. Не надо пинчок раздевать. Думайте о святом человеке. Слушайте его голос. Не думайте о своих потерях и поражениях. Просто слушайте святого человека, клавяйтесь ему. Ведет время, вы станете сильнее. Ничего не надо преодолевать. Чем больше вы настраиваетесь на то, что вызвало в вас поражение, тем слабее вы становитесь. Не приковывайтесь к боли. У вас чуткий характер. Вам трудно заставить себя. Не беспокойтесь об этом. Слушайте голос святого человека. Читайте духовные книги. Молитесь. Вставайте рано утром. Пытайтесь себя заставить заниматься духовной практикой. Не получается опять не беспокойтесь. Идите вперед. Придет время, и вы не заметите, как вы станете сильнее. Сила приходит как награда к человеку. Если человек стремится к силе, он не получает эту награду. Это замкнутый круг. Когда человек хочет стать более ответственным, это замкнутый круг. Он никогда не станет более ответственным. Если человек более смелым хочет стать, он никогда не станет более смелым. Самый лучший способ – это трусить и идти вперед. И тогда ты становишься смелым. Смелый – это тот, кто в трусливом состоянии идет вперед и привыкает к опасности. Привычка идти вперед любой ценой и есть смелость. Не бойтесь ничего, поймите, проблема только в одном – в том, что мы не слушаем голос святого человека. Мы хотим своими силами все победить. Мы неправильно настроены. Мы не верим Бога. Мы верим в свои силы только. В этом мире нет людей, которые могут победить свою судьбу. В этом мире есть люди, которые подчинились высшей воле. И судьба побеждается сама. Вы и сейчас думаете о своих недостатках. Это означает эгоизм. Думайте о Боге. Думайте о возвышенных вещах. Забудьте про себя. Служите, как можете. Идите вперед, как можете. Не беспокойтесь ни о чем. Придет время, и вы будете идти лучше. Как один человек встал и спросил меня. Олег Геннадьевич, вы что, святой, что ли? Какое вы право вообще имеете читать лекции? Я говорю, никакого. А почему тогда вы здесь выпендриваетесь? Я говорю, а потому что нет другого выхода. Людям надо давать знания. И даже если грешник людям дает знания, он постепенно очищается, становится праведником. Такова боли Бога. Просто иди вперед и все. Не беспокойся ни о чем. Когда начал читать лекции, мне было 23 года всего. 23 года. Представляете, человек 23 года. Очень юный. Просто хотел идти вперед и все. Просто давать хотел людям знания. Все. Бог все поможет. У меня не было идеального характера и идеальной жизни. Просто шел вперед. Сейчас некоторые постоянно в интернете критикуют, критикуют. А он говорит, а ты такой поступок совершил? И такой, и такой. Мне очень интересно почитать. Но они принимают плохую силу. Это помогает. Просто идти дальше вперед и все. И понимать, что ты сам ничего не делаешь. Что даже когда, когда я какой-то не тот поступок совершил в жизни, я все равно читал лекции и людям помогал. Почему? Потому что Богу это хочется. А кто читает, он очистится со временем. Точно так же вы идите вперед просто и все. И не думайте о том, хорошем или плохом. Это неправильное мышление так думать. Все люди, которые оценивают других, оценивают себя, они это делают просто потому, что им нечем заняться. Я когда к своему духовному учителю пришел и спросил, почему эти возвышенные люди постоянно меня критикуют? Они только и делают, что критикуют и критикуют меня. И не видят ничего хорошего в том, что я делаю. И он говорит, да не волнуйся, все нормально, им просто нечего заняться. Если бы они начали заниматься духовной практикой, они бы занимались этим. А так как им больше нечего делать, им ничего остается, только критиковать. Точно так же человек критикует и себя по этой же причине. Ему просто нечем заняться. Надо начать служить. Надо начать слушать голос, молитву. Забудьте про себя. Оставь свои заботы, падения и взлеты. Пойми, что эта жизнь не детская игра. А если с другом худо, не уповай на чудо, спеши к нему, всегда иди. Дорога идут добра. Понятно? Спасибо. Спасибо. Это очень воздушный человек. Очень воздушный. Мы задали один наш голос, на который он ответил. Вопрос был бы осуществление акмы, подавленного в духовном теле. И он говорил, что душанка акмы не существует в дне духовного тела. И подтвердил то, что в параде существуют такие трекуты, как одежда. И у меня такой... Вы погромче, никто не слышит ничего. Существуют ли в нашей атоме какие-то атрибуты? Или это просто атом обычный? Нет, это не атом обычный. У духовной души существует духовный ум, духовный разум, духовное эго, духовное тело. Очень красивое. И энергия. А существует... Это не энергия, это признаки жизни души. Это проявление личности. Душа — это Личность. Это не кусок духовной материи. Это Личность. Ну, Личность — это, наверное, не правда, если я все понимаю, это как духовное тело, и оно питается энергией души. То есть атом. Это одно целое. Духовное тело принадлежит душе, оно не питается энергией души. Душа — это не кусок материи. Душа соткана из духовного тела. Это одно целое. Не разделяйте душу, не делайте ее персональной. Просто не делайте ее кусок, как атом, без всего. Душа — это Личность. Погромче, никто ничего не слышит. Мудрецы не могут видеть, а мудрецы видят. Они не так же самое видят, как я. Они видят тысячу раз лучше. Это подогадываюсь. Конкретно свою. Не свою, а себя. Я — душа. Я не тело, я — душа. Жизнь прекрасна, хороша. Мудрецы видят параду, сверху душу. Видят сто процентов. И вы тоже видите. Как? Как совесть? Как радость? Вот сердце, когда у вас радуется, это вы контактируете со сверху душой в этом времени. Когда вы просыпаетесь рано утром без будильника, это сверху душа вас разбудила. Когда вы видите человека, «Вижу я рассвет в твоих глазах». Когда вы видите счастье в другом человеке, это сверху душа вам показывает счастье в этом человеке. Потому что в каждом человеке есть рассвет. В каждом глазах каждого человека есть рассвет. Но увидеть можно только в одном. Сверху душа показывает. Лекция уже закончилась? А атом или вирус, который тоже имеет душу, он тоже личность? Атом? Атом и в природе, который? Да, да, да. Нет, это материя. Нет, на другое спасибо. У вируса есть душа. Вируса, да. Такая же личность, как мы. Просто в теле атома, в теле вируса, да. И в теле вируса душа ничего не соображает. Она спит глубоким сном. Это жизнь, подобная жизни в теле дерева, в теле микробов. Они ничего не помнят о себе. Они просто действуют автоматически. Ну, то есть они практически не живут. Деревья тоже ничего себе не знают. Вирусы не пробуют. И значит, чем больше мы сознаем себя как личность, тем больше мы можем себя видеть. Нет, мы не создаем себя как личность. Мы просто служим Богу, а Бог дает нам в награду возможность нам быть больше личностью. Человек не может еще создать. Вот это все выдумка. Сделайте из себя хорошего человека. Это все выдумка. Просто служите Богу, и Бог создает из вас личность. Как награду.